Рыбников 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 А актеры и режиссер очень хотели во Францию. И Саша Рыхлов, друзья, я вам правду говорю, за три копейки сделал этот спектакль, который мало того, что прошел с совершенно потрясающим успехом во Франции, не с русской публикой, а с французской публикой, в лакосте у него на фестивале. Он еще сегодня с успехом катается по России. С успехом, потому что он дешевый, потому что нет декораций, потому что почти нет... Ну, кто-то понимает, почему, да? Потому что стоимость спектакля такого. Поэтому есть вот этот финансовый успех у этого спектакля. А сейчас Рудников придумал совершенно новый спектакль, наоборот, огромный и дорогой. Он называется «Война и мир». И вот что он будет делать с этим спектаклем, вот это для меня непонятно, потому что он очень дорогой по себестоимости, он очень дорогой по составляющей музыкантской, он подраматически, ему нужна была сцена. Он хотел встречаться с Владимиром Тартаковским и рассказать его о своем вот этом плане, реверсном. И как будет жизненно его дальше продолжаться с этим, он с этим живет и принес несколько буклетов, я вам так не думаю. Потому что сейчас он может думать только об этом спектакле. Хотя у него есть и маленький спектакль, который вы наверняка многие знаете, и другие оглашенные, которые вообще стоят на 50 человек в маленьком закрытом зайчике, куда приходила вся интеллигенция московская. Но сегодня, наверное, даже интересно и трудно даже представить, как-то можно реализовать зал на 50 человек. А он, прощение, что он не пришел сегодня. Бросит вас все, я так люблю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.